Накануне в Саратове прошло первое заседание по делу дагестанского пленника Андрея Попова. Молодого человека обвиняют в дезертирстве. Сам бывший солдат утверждал, что на протяжении 10 лет он находился в рабстве на одном из кирпичных заводов в городе Каспийский. Следователи же в этот рассказ не поверили, мужчине грозит до 3,5 лет тюрьмы. И сейчас в нашей студии на московской адвокат подсудимого Андрея Бессонов, Андрей Геннадьевич, здравствуйте, признал ли себя Андрей Попов виновным и почему он это сделал, ведь изначально он утверждал иначе. Да, Андрей признал себя дезертиром, может быть, чего-то и пугался, и пугается. Человек находится в такой ситуации, что он уже 11 лет не был дома. Мне, как он говорил, что он раскаивается, я поддерживаю позицию, и то, что он просто хочет домой. Понятно, а были ли следственные эксперименты, поездка с подсудимым на кирпичные заводы в Дагестане, как это помогло делу? Ни одного свидетеля, который, как бы сказал, подтвердил нахождение Попова в радости, поездка в Дагестан, скажем так, не принесла. Когда вы взялись защищать вашего клиента, ставили цель выиграть, сейчас шансы есть на оправдательный приговор? Я сейчас не стал торопиться, успех, не успех. Хотелось бы дождаться окончания исследования доказательств представленных прокуратурой, а там уже будет видно. Потом мне бы хотелось добавить, что задавались вопросы, зачем нам это все нужно, если он все признает. Но, в общем-то, для вынесения обвинительного приговора, если мы на самом деле живем в правовом государстве, я считаю, одного признательного показания, признательных показаний подсудимым, довольно-таки, ну, недостаточно. Спасибо. В студии Телеобъектива на Московской был адвокат Андрей Бессонов. Мы говорили о деле кавказского пленника Андрея Попова. Субтитры создавал DimaTorzok